Сегодня я хочу поговорить о книге Евангелия от Матфея, 16 глава. Мы будем говорить о нескольких первых стихах. Вы можете открыть Евангелие от Матфея, 16 глава. И я назвал эту проповедь «Свидетельство с неба». Давайте прочитаем, что здесь написано. Я прочитаю прямо на русском. К Ишуа пришли фарисеи Саддуке, желая испытать его. Они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил, «На закате, вы говорите, будет хорошая погода, потому что небо красное. А рано утром сегодня будет буря, потому что небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различать не умеете. Злое и безбожное поколение, оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака ионы. И покинув их, Ишуа ушел». Вот очень короткие стихи, очень короткая история. Но есть очень много вещей, о которых мы можем поучиться. Мы видим, что фарисеи и саддукеи приходят вместе. Если вы посмотрите в Писаниях, они не приходили все вместе? Они не находили общего согласия? Могли прийти фарисеи и книжники. Но фарисеи и саддукеи, всегда между ними, как правая и левая партия, всегда были проблемы. Почему фарисеи, они верили в чудеса, в ангелов, в разные такие сверхъестественные вещи? Они верили в воскресение из мертвых. А саддукеи не верили ни во что из этого. И каждый раз, когда возникал какой-то похожий вопрос, начинались споры. Может, вы помните историю апостола Павла, Шаула. Когда он стоял перед Синедрионом, Он сказал, послушайте, я ничего плохого не сделал. Обвиняют меня в том, что я верю в воскресение мертвых. И он сказал это специально, потому что знал, что часть это фарисеи, часть саддукеи. И сразу же лагерь разделился, фарисеи стали за Павла, саддукеи против. Обычно им было очень трудно найти что-то, что их объединяло бы. Но здесь есть что-то, что больше всех этих вещей. Что-то, что смогло их объединить, и вот эта цель привела их к Ишуа. И эта цель, она не была чистая. Они не пришли, потому что хотели что-то понять, или чему-то научиться. Так же, как Леон сегодня говорил, что были действительно люди, которые следовали за Ишуа во всяком месте. Они старались поймать и уловить каждую мысль, и каждую мудрость, которую Ишуа говорил. Но для этих людей это было безразлично. Они пришли с другой целью. Написано, что они пришли испытать его. Они хотели посмотреть, как он будет реагировать, и что он скажет. Они хотели видеть, как он реагирует по жизни. И найти что-то, что не очень хорошее. Какой-то повод, чтобы они могли сказать, вот, посмотрите, ты не очень хорошо здесь делаешь. Они хотели найти у Ишуа расхождение между его словами и делами. Настоящая причина была не для того, чтобы прийти и понять, поучиться от Него. Но они видели в Нем очень серьезную опасность для своего статуса. Потому что они видели, что они потихоньку-потихоньку теряют авторитет в народе, и весь народ следует за Ишуа. Народ перестает их слушаться и начинает слушать другого. И они уже теряют власть и управление народом. И они пытаются как-то разобраться с этой проблемой. Они пытаются найти какое-то подтверждение тому, что Ишуа с ним что-то не совсем то хорошо. Они не реально искали какую-то мудрость или понимание Ишуа. Но старались больше о своем статусе, о своем положении в обществе. И вот первый урок для нас. Люди, которые вокруг нас, всегда будут стараться испытывать верующих людей. Всегда будут искать расхождение между тем, что мы говорим, и тем, что мы делаем. Потому что, когда ты показываешь, что ты верующий человек, и показываешь, что ты веришь в Бога, то ты должен так же и вести себя соответственно. Много раз они пытались найти что-то похожее у Ишуа, но не смогли. Потому что он был полностью совершенным. Но что происходит с нами? Написано в другом месте, что мы как письмо, которое люди хотят читать. Представьте себе, что вы получили письмо от какого-то очень близкого вам человека, который уже год или два ничего от него не имели весточек. Или ожидали какой-то ответ с какого-то места, или по заявлению своему. И вот вы получаете ответ и открываете это письмо. Вы открываете и начинаете вчитываться в это письмо, чтобы понять каждое слово. Каждое слово вы обращаете внимание. То же самое люди вокруг нас. Они смотрят на верующих людей. И стараются найти что-то, что не очень хорошее. Что-то, что не соответствует. И поверьте, они очень радуются, когда что-то находят подходящее. И это происходит. И возможно происходит часто. Я расскажу вам одну историю. Был один очень известный раввин. И все его ученики год за годом пытались его разозлить. Специально. Для них это было как цель. Он всегда был спокоен. И им было интересно его разозлить. Что бы ни происходило, он все время был спокоен. Но однажды у них получилось. И вот они видят, что он начинает кричать на кого-то. И вот они со всей радостью прыгнули и кричат. Вот мы достигли. Много лет мы пытались это сделать. И в конце концов у нас получилось. И он также заулыбался и сказал. Хорошо, что это так произошло. По крайней мере я понимаю, что я все еще человек. Мы несовершенны. Но мы действительно должны стараться. Стараться вести себя в соответствии с нашей верой. И не всегда возможно у нас не будет получаться. Но не разочаровываться. Мы должны работать над своим характером. И это действительно непросто. Иногда на работе я сам себя ловлю в таких ситуациях. Когда с одной стороны я думаю. Да, вот я спокойный человек. И вдруг я начинаю говорить с кем-нибудь. И слышу ответ. Где твое терпение? И тут я понимаю, что вот я думал о себе так. А о действительности получается не совсем. И ты начинаешь чувствовать себя не очень приятно. Потому что вдруг ты начинаешь понимать, что ты ведешь себя не совсем так, как ты представляешь. Ты не действительно отображаешь тот цвет, который ты думаешь, что ты отображаешь. Вдруг ты начинаешь говорить какие-то вещи, какие-то слова, которые ты не должен был говорить. Так же, как Иешуа сказал, что не может из одного и того же источника течь сладкая и соленая вода. Но у нас как-то это получается. Первый урок, что мы действительно должны быть хорошим примером. И будьте готовы, что всегда у людей будут стараться найти что-то нехорошее в нас, что-то несоответствующее, какой-то изъян. Просто помните, что вы письмо, которое люди читают. И вот они приходят его испытывать. И как они это делают? Они говорят ему, покажи нам какое-нибудь знамение с неба. Что значит знамение с неба? Они видели уже много чудес, которые Иешуа делал. Но здесь они говорят о чем-то, что небесное чудеса, небесные чудеса. Что-то, что связано с небом. Может быть солнце вдруг остановится. Помните историю с Иисусом Навином? Когда солнце остановилось. Или как Илья пророк молился, и вдруг Бог дал дождь. И вот эти люди хотят каких-то чудес с неба. Но почему именно таких знамений? Потому что было в еврейской религии. Такое понимание, что всякие чудеса, которые могут быть на земле, они могут как-то так или иначе быть связаны с бесами. Но все, что касается неба, это только прерогатива Бога. И помните, именно поэтому, когда Иешуа делал многие чудеса и знамения, они пришли и сказали ему, что ты делаешь эти чудеса силою Вильзевула, князя Бесовского. Именно поэтому они хотели видеть какие-то знамения с неба. Что-то большее. Но что происходит в этот момент с Иешуа? Как он откликается, реагирует? Дает ли он это знамение? Абсолютно нет. Он, наоборот, пренебрегает их просьбой. И он говорит им разные вещи, о которых мы будем сейчас говорить. Но важно понимать, почему Иешуа так поступает. Потому что он действительно знал, что находилось внутри этих людей. Мы говорили вначале, почему они пришли, какая у них была реальная цель. Он знал, что они пришли не для того, чтобы чему-то поучиться. Он знал, что их сердце полностью закрыто. Потому что он знал, что если бы они действительно нуждались в каком-то знамении или чуде, он бы дал им. И в подтверждение этого, вы видите дальше, как они реагируют. Когда он им отвечает, они даже не расспрашивают. Не пытаются понять то, что он говорит. Просто уходят от них. Потому что это не было их целью. Он видел, что они просто закрыты для понимания. И он не дал им ответа. И не дал этого знамения с неба. И вот здесь есть еще один урок для нас. Если человек закрыт. Возможно, он закрылся и зафиксировался на каком-то концепте в своей голове. И есть очень много таких людей. Они приняли что-то, что поставили как закон в своей голове. И даже не сомневаются в этом. С одной стороны, они приходят к какому-то другому человеку. И спрашивают его о том, о чем думают. Что ты думаешь об этом? Я уверен, что часть из вас уже встречались с такими людьми. Какой бы ответ вы ему не дали, это не важно абсолютно для него. Ему не интересно такому человеку, что вы ответите. Вы можете часы за часами говорить с тем же человеком. Вы можете потратить много своих сил. И много своих нервов. Потому что у него будут следовать вопрос за вопросом. Вопрос за вопросом. Но он будет искать своего. Он закрыт в своем концепте. В своем понимании. Потому что такие люди изначально задают вопросы не для того, чтобы получить ответ. Чтобы измениться или что-то понять. Это то же самое, что было с этими фарисеями. Они искали что-то. Что-то другое, нежели то, что Иешуа давал им. Они не искали мудрости. Они не искали изменений. И происходит то, что сказано в другом стихе в Новом Завете. Не разбрайцывайте жемчуга перед свиньями. Потому что все ваши усилия будут бесполезны. Иногда это говорится и о вере. Есть люди, с которыми ты разговариваешь. С чем-то они соглашаются, что-то слушают. С чем-то не соглашаются. Но они открыты. Возможно, они пренебрегают здесь и там. Но твои слова очень важны и могут на что-то повлиять. Но есть другие люди, которые просто закрыты внутри. И что бы ты ни делал, все будет бесполезно. И действительно, нужно просить у Бога мудрости, чтобы понять, когда да, нужно говорить, когда нет. Чтобы твои усилия не были напрасны. Чтобы ты не разбрасывал жемчуг перед свиньями. Еще одна вещь, которая связана с знамениями, чудесами. Ишуа очень часто поступал так. Он делал какое-то чудо и потом говорил, не рассказывайте никому. Странно, да? Но неважно, что просил Ишуа, человек сразу же отходил от него и рассказывал всем. Ишуа говорил это, потому что не хотел, чтобы люди все свое внимание акцентировали на чудесах. Потому что даже если в этой ситуации Ишуа сделал бы какое-то чудо или знамение с неба, как вы думаете, они бы приняли его? Что вы думаете? Потому что это действительно не то, что они хотели, не то, что они просили. Но были люди, которые действительно хотели видеть чудеса. Но Ишуа ставил акцент на том, что не хочет, чтобы люди акцентировали свое внимание только на чудесах. Потому что чудеса это то, что делает... Чудеса происходят из дел. Это что-то дополнительное, что Бог дает нам. Возможно, это очень важный принцип, который мы должны понять в нашей голове. Потому что много раз мы не понимаем, и я сам только сейчас это понял. Мы часто думаем так, вот если бы Бог сделал какое-то чудо, и этот бы человек поверил. Может быть, вот я сейчас за него помолюсь, и он исцелится, и он поверит Богу. Но это так не работало ни разу. Цель была другая. Ишуа приходил, и что-то благовествовала. Он приносил людям Слово Божье, мудрость Божьем. Сура Това. Хорошие вести. И в этом был смысл. Это был центр всего. Это то, что делали его ученики и апостолы. И когда они приносили это Слово Божье, происходили по пути различные чудеса. Побочный эффект. Именно так. Но только в чем-то положительном. Это не было наоборот. Происходило чудо, и человек начинал верить. Вы понимаете, о чем я говорю? И это совершенно по-другому, чем мы сейчас даже думаем. Мы все ожидаем чудеса, знамения. Но они не произойдут. Если мы не будем обращать внимание на что-то более важное. Благие вести, которые ты приносишь людям. Потому что если ты выйдешь и пойдешь, как ученики Ишуа, и начнешь говорить людям. И когда ты начнешь это делать ежедневно, каждый день, день за днем, ты начнешь видеть, что какие-то чудеса следуют за тобой. И никак не наоборот. Чудеса не будут идти перед тобой. Вначале. Важно помнить, не акцентируйтесь только на чудесах. Потому что это имеет временный эффект. Это может дать вам какой-то толчок. Но если вся ваша вера базируется на каком-то знамении. И спустя много времени, ты ожидаешь, ожидаешь, но не происходит никакого дополнительного знамения. То твоя вера начинает ослабевать. Потому что если знамения и чудеса, которых ты ожидаешь, не происходят, твоя вера слабеет и ломается. Но если твоя вера базируется на Слове Божьем, то неважно, будут ли чудеса в твоей жизни. Ты продолжаешь идти за Богом. И продвигаться вперед. И вот Иешуа говорит им. На закате, вы говорите, будет хорошая погода. Небо красное. А рано утром сегодня будет буря. Небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду. То, что Иешуа говорит, он говорит, вы можете определять погоду. И здесь он говорит такое очень интересное выражение. Вечером вы видите какую-то одну картину и говорите, о, завтра будет хорошая погода. Но утром вы увидите другую картину и говорите, а, значит, будет другая погода. И здесь есть что-то, что Иешуа пытается сравнить, две разные вещи. Он говорит, что, когда человек видит, что небо красное вечером. То это должно означать, что погода будет хорошая завтра. Он не ожидает что-то другое. Потому что, когда он видит все признаки того, что хорошая погода должна быть, он не ожидает дождя. Иешуа говорит, почему же здесь вы поступаете логично, а по отношению ко мне нет. Он говорит, что, смотрите, есть признаки к хорошей погоде, есть признаки к дождливой погоде. И есть признаки для моего пришествия сейчас, и есть признаки для моего пришествия в будущем. И он говорит, сейчас, сегодня я прихожу как врач. А в следующий раз я приду как судья. Сегодня я прихожу найти и призвать слабых людей. Потерявшихся больных, которых я хочу вернуть. Но в следующий раз я приду, чтобы потребовать отчет. Сейчас я прихожу в тишине, в спокойствии. Тихо и незаметно. Но в следующий раз я приду так, что каждый увидит меня. И когда вы увидите такие знамения с небес. Когда что-то начнет происходить и с солнцем, и с луной. Точно так же, как когда град или молния, гром есть на небе. Все слышат это и видят. Он говорит, это произойдет. Но не путайте времена. Сегодня не то время. Потому что сейчас я пришел для того, чтобы принести Благую Весть. И он говорит, вы просто не понимаете признаки времен. Вы знаете, фарисеи, книжники, они знали, как определить погоду по тому, что происходит на небе. Это не просто так, что они знали, как побочный эффект. Это то, чему они учились и старались. Потому что эта вещь, это знание могло спасти жизни людей. Представьте на минутку, что если вдруг приближается сильная буря, а люди выходят в море открытое. И за этими ответами люди приходили в Синедрион к фарисеям, к саддукеям и ожидали от них ответа. И поэтому Иешуа говорит, признаки погоды, признаки того, что происходит на небе, вы научились различать. Но если вы начнете и научитесь различать признаки времен, это принесет вам большее благословение. Потому что это может спасти не просто вашу физическую жизнь, но может дать вам жизнь вечную. Он говорит им, в Писании все вам дано. Бог дал всю информацию, чтобы определить, кто Он Мессия, откуда Он и кто Он должен быть, какая Его роль, что Он должен делать. Он сказал, все написано, но почему вы этого не видите? Для чего они просили знамения? Потому что они хотели доказательства, что Он Мессия. Но какая роль, что именно должен был делать Мессия, и об этом Леон говорил. Помните, мы говорили много о Мессии, что Он должен быть священник, пророк, царь. Но его роль должна была быть тем, кого посылает Бог. Каждый, кого Бог посылал для какой-то цели, мог быть Мессией. И все они приносили какую-то хорошую новость народу. Каждый из них старался поменять что-то в народе, чтобы призвать народ к покаянию. Священники приносили жертвы, чтобы что-то изменить в народе. Пророки ходили и упрекали людей, покайтесь, потому что будет вам плохо. Но главная роль Мессии была в том, чтобы соединить людей с Богом. Вернуть их к святое святых, к присутствию Божьему. Так же, как был Адам в его первые дни. Но есть проблема. Человек грешен. Ты можешь приносить жертв, ты можешь молиться, но ты все равно грешный человек. И то, что было необходимо, что-то сделать, как-то разобраться с грехом. И в этом была роль Мессии. Остановить и разрушить грех, и все его признаки в жизни людей. И через это вернуть людей к Богу. И поэтому он говорит им потом. Вы знаете все эти признаки. Но вы не хотите их принять. Вы не хотите меняться. И он говорит, что вы злые люди. Дор, ра, и минаев. Зло и безбожное поколение. Почему он говорит, называет их так? Я дам вам пример. Помните, когда Ишуа родился? Были мудрецы, которые пришли издали. Они видели знамения на небе. И пришли поклониться ему. Эти мудрецы действительно были мудрецами. И у них был очень высокий статус. Они были очень богаты. Они жили очень-очень далеко. Но они знали и умели различать времена. И они были готовы оставить все свои дела и прийти к этому ребенку и прославить его. Поклониться ему. Когда они пришли в Иерусалим, помните, они спросили, где должно родиться Мессия? И все мудрецы дали им ответ. Все сказали, да, действительно, в Бетлехеме. И эти мудрецы пошли дальше. Потому что они искали что-то. С одной стороны, они понимали свой великий статус и свое богатство. Но с другой стороны, они понимали, что перед Богом они нуждаются в очищении и искуплении. Они знали, что Мессия Израиля, он также их личный Мессия. Но вся верхушка, элита Синедриона, как вы думаете, почему они не пошли в Бетлехем? Даже мудрецы посторонние из какой-то далекой страны пришли и говорят о том, что он родился. Но они не хотят и появилось. Они не хотят и не принимают то, что им говорят. что может этот младенец нам принести? У нас все в шоколаде. Так они повели себя, потому что они не ждали и не искали того, кто изменит их внутреннюю природу. Они ожидали другого Мессию, кто даст им международную свободу. Международное признание и все народы вот будут падать и поклоняться им. Они искали чести самим себе. Чести своему народу. Они были уверены, что они совершенны. и они достойны Небесного Царства. Именно поэтому этот ребенок, младенец, который родился, им был неважен. И это большая проблема. И это также дополнительный урок для нас. Что происходит у нас в сердце? Потому что если ты думаешь, что с тобой все нормально и ты достоин, если ты думаешь, что я не такой уж плохой человек, все со мной нормально, ты никогда не будешь искать Мессию. Он тебе не нужен. с с все нормально. Ты будешь искать своего собственного признания. Будешь искать, как подняться в своем статусе, как увеличить свое богатство, чтобы люди тебя уважали. Это то, что будет тебе важно. И никакого изменения внутреннего у тебя не произойдет. Но если ты будешь как те мудрецы, которые пришли издали, которые не смотрели ни на статус, ни на богатство, но которые понимали, что своими силами они не добьются никаких изменений, что они грешные люди и ничего не смогут сделать со своими грехами, что то, что ожидает их, это вечное наказание. Это все то, что они должны были сделать, это просто прийти и поклониться ему. И в этом есть разница. Как ты на себя смотришь? Закрыто ли твое сердце и ты думаешь, что с тобой все нормально? Потому что самая важная вещь признаться вначале самому себе, что ты грешный человек. И очень часто то, что мешает нам, это наша гордость. И мы никогда не признаемся, что это гордость. Вы будете говорить о себе скромно, я нормальный человек, это не гордость. Я всегда поступаю нормально, не делаю ничего плохого. Но таким образом ты отталкиваешь Бога и делаешь себя центром. вселенной, которая крутится вокруг тебя. Как-то так. Первое, что ты должен сделать, прийти перед Богом и попросить у Него прощения. И поэтому Иешуа говорит, единственное знамение, которое вы получите, это знамение Ионы Пророка. Вы можете дома прочитать 12 главу. Если я не ошибаюсь, это 38 стих, там более подробно описано о Ионе Пророке. Потому что как Иона пришел в Ниневе, И И у них была сила принять его слова. И у сила принять слова. Они оказались сильны признаться в том, что они не такие хорошие как думали. было сила признаться и поверить в его слова. Почему я говорю сила? Потому что это действительно нужна сила, чтобы признаться в таких вещах. Нужна сила, чтобы сказать, со мной не все в порядке. И они сделали это. И для народа израильского И Шуа говорит, И И он был для них как знамение, как чудо, и они смогли покаяться. Но что происходит с вами? Способны ли вы? И второе он говорит, Точно так же, как Иона был три дня и три ночи в чреве кита, так же и я буду. И в сущности, то, что он говорит, что самое важное знамение здесь, это воскресение из мертвых. Потому что вся роль и вся миссия Мессии заключается тогда, когда он воскресает. Часто люди по человеческой своей природе смотрят только на страдания Мессии. Как он умер, как он очистил нас. Но сила великая в том, что он воскрес. Что он вернулся в царство своего отца. И он сказал, что я жду вас так же здесь. Есть здесь много места, приготовленного для нас. Но даже если бы не было, я бы для вас приготовил. Он исполнил свое предназначение, и через воскресенье он ожидает нас там, на небесах. Но все начинается с малого, с понимания, что он сделал для тебя. А перед этим признаться самому себе, в том, что ты несовершен. Потому что это самое первое, с чего начинается вера. Потому что если все с тобой хорошо, ты не найдешь Бога. Задумайтесь об этом. Давайте встанем и помолимся. Спасибо. Спасибо.